Всем привет из Израиля! Сегодня поговорим о правилах въезда в Израиль из России с 9 января 2022 года. Тема предложила одна из моих подписчиц. Для кого эта тема не актуальна, можете просто отключить это видео и не смотреть. Итак, с 9 января 2022 года Израиль возобновил авиасообщение с Россией и готов принимать российских туристов, но только прошедших полную вакцинацию от коронавируса «Спутник В». Это единственная прививка, которую на сегодняшний день признает Израиль. Другие прививки, которые признает Израиль, вы увидите на экране. При въезде в страну остаются определенные нюансы. У туристов из России могут возникнуть трудности при прохождении сирологического теста. Также проверка подлинности сертификата вакцинации и путешествия вместе с детьми. Что касается самого перелета. Попасть в Израиль можно только самолетом. Принимает аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. И вылететь прямым рейсом из России можно в основном из Питера и Москвы. Другие города-миллионники, типа Екатеринбурга, где есть международные сообщения. Возможно, также есть прямые рейсы, но это нужно уточнять. Кто знает более точную информацию, пишите в комментариях. Что касается визы. Из России виза не нужна, если срок не превышает более 90 дней. Но в этом случае для туристов только на месяц актуальная информация. Потому что зеленый паспорт действует в течение месяца. И чуть позже вы узнаете об этом. Ну а теперь о ПЦР-тестах. При себе необходимо иметь подлинный сертификат о прививке. ПЦР-тест сделан в течение 72 часов до вылета на английском языке. При оформлении теста вы можете сказать сотруднику, что вы вылетаете в Израиль, и они сами знают, как его оформить. Можете добавить также, что вам нужно на английском языке. По прилету в Израиль также нужно сделать еще один ПЦР-тест уже в аэропорту. Сдают его все туристы вне зависимости от возраста. Устанавливаю картинку на телефоне, периодически она отключается. Пусть пока будет, возможно, будете читать, я еще вернусь к телефону. В самом Израиле необходимо сделать сирологический анализ. Это тест на антитела к спутнику ВВИ, после которого выдается специальный зеленый паспорт. И с этим паспортом вы можете путешествовать по всей стране в течение одного месяца. Результаты готовы в течение 24 часов. По истечении срока изоляции, если у вас тест положительный. То есть в любом случае у вас изоляция на 24 часа. Если тест положительный, то у вас заканчивается изоляция, карантин. Если отрицательный, то тогда 14 дней вы сидите в карантине. Сертификат о вакцинации спутник ВВИ – это единственная, еще раз повторяюсь, вакцина, которая одобрена Министерством здравоохранения Израиля. Другие вакцины возможны только уже, которые делаются не в России. Въезд в Израиль возможен только по прошествии 14 дней после второй прививки. И не ранее 180 дней. Срок действия – один месяц. Переболевшим COVID-19 повезло меньше. Им невозможно пересечь границу Израиля. Только можно тем, у кого есть прививка спутником ВИ. Еще нужна декларация о здоровье. В течение 48 часов до вылета необходимо заполнить декларацию в электронной форме. И ее нужно предоставить при посадке в самолет. Что касается страховки, то она нужна на весь период покрытия. Россиянам в случае заражения COVID-19. Итак, давайте подытожим. Перед вылетом за 48 часов вы заполняете декларацию о здоровье. У вас должен быть ПЦР-тест. 72 часа не более, что вы прошли. И также сертификат о прививке спутником ВИ, выданный вам не ранее 14 дней, вернее не позднее, извиняюсь, и не ранее 180 дней. По прилету в Израиль вы делаете еще один ПЦР-тест и делаете сирологический тест на антитела спутнику ВИ. И если все в порядке, в течение месяца вы можете путешествовать по Израилю. Ну а сейчас давайте посмотрим более подробно. У меня уже выключенный телефон. Что касается сайтов. Вы еще можете промониторить сами. Там, конечно, мне пришлось несколько раз это все прочитать, чтобы понять более-менее нормально. Но сейчас я вас познакомлю. Ссылочки на эти сайты я оставлю в описании. Итак, как перед нами вы видите сайт, на который можно зайти с телефона и найти нужную для вас информацию. Нам нужна вот эта информация. Иностранцы, пребывающие авиарейсом. Здесь вся информация расписана. Это разрешенные прививки, кроме спутника. Это информация, что касается 14 дней с момента вакцинации. Можете остановить экран и более подробно при въезде в Израиль необходимо сдать сирологический анализ. Вот то, что я вам говорила. Здесь вся эта информация есть на этом сайте. То, что касается перед полетом. За 72 часа нужно сделать ПЦР-тест. Далее идут информация, кто освобожден от ПЦР-теста. Вот необходимо заполнить бланк декларации в Израиль. Есть вверху вкладка, есть также эта вкладка. Вы можете, она будет активная сейчас. Посмотрим сначала, что далее есть. Далее вся информация. Это уже о выезде из Израиля, если вам нужно будет. Это стоимость теста. Для тех, кто платит заранее. Вот по ссылке. Кстати, ссылка тоже активная. Когда вы заполняете уже декларацию, дальше проходите по ссылке, там вводите данные и у вас уже будет оплата, снимается. Я не знаю, как для россиян, но когда я была в России, я оплачивала вот таким же способом через телефон. У меня международная израильская карта. Так, давайте вернемся, попробуем зайти в декларацию. Вот декларация о въезде в Израиль. Вот, видите, сразу вы проходите, нажимается активная вкладка, персональные данные, данные о поездке, указанное въезде. Понятно, нажимаете, прибытие в Израиль, так, на самолете, подтвердить, и уже далее пошли вы вводите все свои данные, если не израильское гражданство, нет. Все, что нужно, вот, вводите все свои поля, и дальше уже будет подтвердить и продолжить. Все, заполняете, подтверждаете, продолжите, и там уже далее вы заполняете все, что нужно. Способ очень простой, вот как вот я заполняла, я помню, это очень быстро заполняется, совершенно недолго. Такая еще информация на этом сайте, прошедшая вакцинацию за границей. Я надеюсь, я не быстро листаю. Покрупнее сделаю сейчас. Вот опять же спутник В, вся эта информация здесь есть. Дальше уже идет эврит. Здесь уже будет спутник В, так, это вот зеленый паспорт, ТЕРОК, ТУДАТ, КОРОНА, или вот, ну, как бы ТУДАТ, свидетельство о КОРОНЕ. Что касается оплаты, я не знаю, возможно ли российским гражданам оплачивать заранее, или можно только в аэропорту оплатить. Ребята, давайте попробуем зайти по ссылке и посмотрим, что у нас получится. Здесь выбор дает на эврите и на английском языке. Далее информация, помощь израилит, здесь да, либо нет. Я думаю, что вы же не израильтяне, то пишем, набираем нет, и вам дается, вот, ДАРКОН, это международный паспорт. Давайте попробуем на английском, что у нас выдаст. Вот, дается, значит, паспорт. Скорее всего, здесь можно заполнить ваш загранпаспорт, и вот здесь выборка телефонов, то есть, вот разные телефоны есть. Значит, скорее всего, можно заполнить информацию, чтобы оплатить все это с помощью интернета. Если не получится, то, значит, в аэропорту вы оплачиваете наличкой, либо международной картой, я думаю, также можно оплатить. Друзья, вот такая информация, которую я нашла для вас. То есть, вы можете действовать именно вот этим сайтом, Министерство здравоохранения Израиля, и там также вся информация есть, можете промониторить, посмотреть и заполнить соответствующие документы. По поводу документов, которые вам нужны, я все уже озвучила в этом видео. Надеюсь, эта информация будет для вас полезна. Я желаю всем приятного полета, и чтобы у вас не было никаких проблем в аэропортах России и Израиля. Я буду заканчивать это видео. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч. Увидимся в следующих видео.